Добрый-добрый-добрый утро! Лично так, да нет, совсем не важен. Ньюби против MVP Phoenix, корейцы борются с китайцами, китайцы, которые без Ксяуэйта не тащат, MVP Phoenix, которые в принципе не тащат, но, 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 еще раз повторюсь, это матч крайне важен для Team Empire. Кто выйдет против Империи? То ли это будут Ньюби, то ли это будут MVP. Собственно, сейчас определяется пара на сетку лозеров Empire, пара, которая уже ждет своего соперника. Империя слетела от LGD, в принципе, в достаточно равной жесткой борьбе свалилась, но факт остается фактом, LGD идут дальше по венерам, а Империя падает во второй раунд лозеров, и вот, собственно, первый раунд лозеров, первая игра вот этой канализонки, которую нам надо будет посмотреть, там дальше Na'Vi будут, там еще будут команды. Ну и лозер Брекет уже начался, будем определять пару для одного из топовых СНГ коллективов на данный момент, единственные, кто вышли в инер Брекет. Ну и на данный момент команда Ньюби забрала себе уже Queen of Pain, в пик также к ним отлетает Клокверк, Баунти Хантер и Спирит Брекер от MVP Phoenix. Ну и дальше, давайте по банам быстренько пройдемся на Гасарен, вот команда Ньюби в баню улетает, улетает Ондайн, улетает Эмбер Спирит и отваливается Фантом Ланцер. Ну и со стороны команды MVP Phoenix, Лешрак по дефолту, никто им играть вообще, я так понимаю, на этом интернешнале впредь не будет, хватит уже наигрались, Лешрак постоянно первым максимум вторым баном отлетает к чертовой бабушке. Ну и сейчас Герокоптер, сейчас Драгонайт и сейчас Шейкер улетел уже от команды MVP Phoenix. Ну и давайте разбираться по лайнерам. По большому счету Ньюби забрали себе жесткого оффлейнера, Ньюби забрали себе очень крутую мидлейнершу Клопу. Клопа, безусловно, всегда либо пик, либо бан, либо пик. Тут без вариантов Клопу, вниманием редко кто обходит, ее и банят практически никогда, потому что не успевают. Тут есть в приоритете другие чуваки, андайинги, всякие Герокоптеры, естественно Лешраки. Поэтому Клопа чаще всего залетает конкретно в пик. Кто первый успел взять, тот и забрал. Вич Доктор, Спирит Брейкер и Баунти Хантер от команды MVP Phoenix отлетает в пик. Ну и Спирит Брейкер будет, скорее всего, стоять сложную линию, я думаю, что это будет исключительно оффлейн. Спирит Брейкер, Баунти Хантер вряд ли туда пойдет. Баунти Хантер обычно используется как обычный саппорт, ходячий вард, да что угодно в принципе. Ходячий вард, гроза, курьера, любая вообще, любая метафора, которая может придуматься по Баунти Хантеру, будет его определять. Он абсолютно обособленную роль сейчас играет в современной профессиональной доте. Вич Доктор, естественно, это будет лайн саппорт, ну и есть варианты, конечно, в серьезную машину для убийств превратить в AD, если опять же MVP Phoenix зажгут и Аганим появится на данном саппорте. Со стороны команды Ньюби свой саппорт есть, очень жесткий, крутой, имбовый, которого надо нерфить, о нем спрашивали и я о нем говорю, надо резать Винтерн Виверн. Ребята, срочно, 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 не знаю, стучитесь в двери Валвы, кричите, это просто имбалансный герой, творит какие-то невозможные вещи. Винтерн Виверн в пике команды Ньюби, которая, по сути, скорее всего, будет внимание свое обращать не на Клопу и не на Клокверка, и не с ними будет делать дела, скорее всего, заберется еще какой-нибудь керри-герой, и есть подозрение у меня, что антимаг мог зайти в пик команды Ньюби, тоже очень популярная мета. Герой, который появляется, на удивление, слишком прямо-таки часто, герой, который вырезает Клэйти, естественно, любого. Ну и Темплар Ассасин от команды Ньюби. Мидлейн СФ против мидлейн Темплар Ассасин, и у Ньюби, по-моему, чуть-чуть больше понимания того, что будет происходить у нас. На карте у СФ будут траблы против Темпларки, тем более Темпларка от Рэбита, это, знаете ли, сложно вывозимая фигня, на самом деле. Конечно, МВП Феникс тоже не слабый коллектив, но Рэбит за этот коллектив, за эту команду, вот не так давно тех же Темплар, одного из, по сути, топ Ассинга коллективов, унизил на Драгон Найте, ну, исключительно за счет собственного скилла, а не за счет там супер каких-то способностей в мидлейн, еще и милишника. Ну и Ньюби, последний бан от них. Команде МВП Феникс не хватает мейнкеррия. Ну и будут сейчас банить кого-то. Гирокоптер в бане, в бане, конечно же, Фантом Лансер. А кого будут МВП Феникс вообще по этому пику брать? Кого-то большого глобального. Будет ли это Спектрат? Да нет, наверное, не будет. Таких героев уже и в помине нет, в современной мите. Если была бы, то я бы с удовольствием посмотрел на все это, но вряд ли, конечно. Войт тоже у нас давным-давно исчез и как-то не планирует возвращаться. Слардар часто появляется. Рейс Кинг появляется достаточно часто и при условии, что Рейс Кинг будет в пике команды МВП Феникс, Вич Доктор нормально сразу врывается. Вот Слардар и вот сейчас будет Рейс Кинг пикнут. Вот чуть ли не 100% вероятности. Убивает Рейс Кинга, Вич Доктор в это время ставит Дезвард и все, кто были вокруг Рейс Кинга, по сути, рассыпаются и терпят. У меня есть такое подозрение, но Селедку Ньюби забанили. Как-то и мета на Керри героев тоже сузилась. Может Джаггернаут, кстати, по данному пику мог бы зайти, например, с Клокверком разговаривать в Когах. Поприятнее сразу становится. Ну и надо думать, кем убивать в Кулдем Рейсе, потому что Мэджик Дэмэджа пока ни у кого нет, Вич Доктор бьет физухой благодаря своему Дезварду. Shadow Film только, разве что, Shadow Race может запустить все остальное руками. Тут, конечно, под Кулдем Рейсом тоже надо разговаривать. Ну и может быть все-таки в Рейс Кинг у меня есть подозрение. Танковать кто-то должен, пока Вич Доктор свой танец будет отплясывать. Минута. MVP Феникс на все про все. Ну как призадумались MVP Феникс. Доберите классику вообще. Взяли Джаггернаут, а вот она классика. Не Рейс Кинг, а Джаггер. В пике команды MVP Феникс, ну и Ньюби должны забрать Керри Герой. И опять же, всех перебанили. Может здесь зайдет Рейс Кинг? А куда тогда Квапа пойдет? Вот у меня вопрос. Темпларка, скорее всего, пойдет в мидлейн, а... В сложную, скорее всего... А, нет, все правильно. В сложную уже отправляют Клокверка, да, я как-то Клокверка умудрился не заметить. Квапа пойдет у нас, скорее всего, фармить легкий лайм. Ну и нужен еще один саппорт коллективу Ньюби. В принципе, на Адхилл-то все есть, в Интерн Виверн все хорошо. Можно подумать о каком-то контроле. Либо Стан, либо Дизейбл. Но это Леон, это, допустим, Шадоу Шаман. Это ЦМ, в конце концов. Тоже, которая никуда не пропадала. Леон, Леон от Ньюби. Ай, как читают доту. Кто бы слышал вообще? В 5 утра-то. Проснулся дар аналитика. Ну и сразу давайте по героям пробежимся. Команда Феникс, MVP Феникс, забирает себе Фэби для... Фэби будет играть на Баунти Хантере, а Спирит Брейкер, это Мардж. Кьюо будет играть на SF, Джаггернаут, это Кфени. И Вич Доктор, не помню я, кто там играет в MVP Феникс. Ну ладно. Нац, 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 конечно же. Ну и команда Ньюби, Рэббит, забирает себе Квапу, Му забирает себе Темплар Ассасин, Джун будет играть на Клокверке, Банана будет играть на Леоне и Саншенк, или кто там, по-моему, по-моему, по-моему... Да, Саншенк играет на Винтерн Ривер. Как этих китайцев всех упомнить, конечно. Ну, ничего так вроде, кстати, на четверочку строгую ототвечал здесь билет свой. Кого вы знаете из команды Ньюби? Ну, там Джун, там Саншенк, там Ксяо Эйт. Все, давайте за четку, до свидания. Кио на Медлэйне будет стоять на СФ, и против него будет стоять Рэббит на Аквинов Пэйн. Проблемы будут у Кио, мне кажется, колоссальные. Квапа не прощает, куда тогда отправят Темпларку, тоже вопрос. Хотя Му здесь пробунтить, или может и Му оставят на... Нет, Рэббит, все, Рэббит отправляется на легкую линию, Му будет стоять на Медлэйне на Темплар Ассасин. И все равно у СФ проблемы. Все равно. Бить через Рефракшн СФ сложно. У него небольшая скорость атаки, Шадоу Рейс тоже становится бесполезным через Рефракшн. Ну, конечно же, это все не может не сказаться на, в общем, показателе команды МВП Феникс. Тут они по пику немного прогадали, как мне кажется. Ну, и непонятно, Керри Темпларка или Керри Квапа. Один вариант хороший, второй вариант хороший. Тут действительно, две подруги просто разбирать команду МВП Феникс должны по дефолту. Ну, и, конечно же, есть все варианты для эскейпа. Рэббит у нас просто делает блинкаут и сваливается Джиггер на аут. А Му просто у нас в мэлт уходит и тоже сваливает сомнюю слэшу Джаггера. По сути, здесь такого полезно-бесполезного Керри Героя забрали себе МВП Феникс. Может, был смысл подумать о ком-то другом. Ну, и давайте сразу по лайнам. Квеним на Джаггернауте будет фармить нижний лайн. С ним Натс в роли няньки на саппортинге. Фэби на Баунти Хантере пока что на центральной линии будет помогать Киос. Сан Шэнк тоже будет помогать Му со стороны команды Ньюби. Ну, и Фэби должен понять, что его видит. Должен понять, но пока не видит. Ну, и что? Сан Шэнк. Артик Бёрн уже полетел Фэби. Наплевал в спину Баунти Хантеру. Баунти Хантер с половиной ХП, а то и меньше уходит. Хорошо, отличное начало. Нормально общались, да общались. Маршалл ХПшный на Спирит Брейкер. Здесь Банана просто его не отпустит. Квапа через Шадоу Страйк. Банана, естественно, через Подкоп. А потом будет и Хекс от Леона. И без Маны здесь будет Марш и без ХП. Ну, проблема, конечно, МВП Феникс. Я думаю, что Ньюби достаточно быстро с ними справится. По такому пику это точно. Тем более не стоит забывать, что это противостояние от Best of One. Поэтому здесь шансов на ошибку нет ни у одной, ни другой команды. А это все давит эмоционально, безусловно. И, кстати, вот этот матч, по сути, решит, кто первым покидает главный Интернешнл последних пяти лет. Кто первым будет, кто главный неудачник, кто шестнадцатое место, там, с шестнадцатого по тринадцатое займет. Но займет его первым, опять же. У кого, у первого, все надежды на огромные деньги заканчиваются пятидесятью тысячами. Просто за участие. Между прочим. Ребята, спасибо, что приехали. Вот вам 50к, вы были прекрасны. Ну, мы продолжаем доту без вас. Почти две минуты сыграно, пока что без агрессии. С одной и другой стороны, ну, настреляли немножко по голове Баунти Хантеру. Ну, просто потому, что он лезет куда не просят. Ну, и все. На этом, в принципе, агрессия заканчивалась. Там марш наполучал, но тоже не до конца наполучал. Марша, кстати, можно сейчас-то забирать. Где находится у нас Рэббет? Рэббет сейчас может прыгнуть, и Марша, по идее, могут разобрать. Так, здесь развалы на центральной линии. Он проседает по ХП и уходит отсюда Марш. У него сейчас же в Даркнесс убежать может и не получиться. Есть Хекс, есть, естественно, спайк от Леона, поэтому поймать его будет непроблематично. Маршу подставляться вообще здесь нельзя, тем более посмотрите на его левел. Второй левел Спирит Брекер, и, по-моему, Леон уже там левел от третьего. Нет, тоже второй левел Леон и Квапа. От Рэббета третьего, третьего с половиной. Шадоу Страйк второй, вот, полетел Шадоу Страйк в Марше, и надо быстрее уже сейчас Юзача же в Даркнесс. Нет, Марша нас покухи, ничего страшного, не вижу зла просто. Экранизация этого фильма. 750 по голдеев, при этом МВП Феникс выигрывает, и по Экспириенсу Ньюби выигрывает. Хотя тоже до поры до времени. Но Спирит свое получает, а... Кто же так сильно проседает у нас по Экспе? Неужели Джун? Нет, Джун третьего левела. Это Саншенк у нас доходяга. Только-только второй получил. Ну и по голде он тоже, в принципе, ни он не фармит, ни Леон не фармит. Здесь хоть Марш, я не знаю, одного крипа убил, и то хорошо. Так, начинают настреливать, по-моему, лоу хпшный. Фаби второго левела, и пока не качался Рикентос. И разгон по нему от Марша. Сейчас будет врыв на центральную линию, надо уже приготовиться Саншенгу, если бы он знал, конечно, что его ждет. Ну и Артик Берн есть у него, Колден Брейс еще не качал. И бежит Марш, бежит, куда ты прешь, Марш? Куда по копанному вообще? 300 голды Ньюби. И, ой, и в плюсе, и по экспириенсу тут копейки абсолютно за китайским коллективом. Рэббит уже 21 на 9. Первый крипстат на карте Шадоу Финн, 19 на 6. У Кфени на данный момент 19 на 5. Тоже, в принципе, в топе держится. Ну и Му на Тэмпларке на четвертой позиции. После него уже идет Джум. Пока без фрагов. Четыре минуты сыграно. Вроде как агрессия и была, но такая маломальская. Где Колден Брейс? Жду, жду не дождусь. Мы уже с Батлой. В принципе, теперь у него все хорошо. Теперь проблем быть не должно. Он контролит руны. Есть, если что, на подсейв Саншенк. Так что сильно бить его не будут. Ну и опять же, обезопасили свою линию игроки команды Ньюби. Поставили Сентри Вард, который, по сути, Фэби делает... Но бесполезненьким немножко. Пашел проверил, чем меншины пахнут. Ничем, кроме разочарования. Никто там никого не стакает. Саппорта не найти. Да вообще ничего не сделать здесь в Баунти Хантере. Просто постоять, кстати, был у нас Баунти Хантер. Я не помню от кого. Полтора часа просто здесь стоял в Инвизе и ждал, когда прилетит Курьер. Реально минут шесть. Он не двигался с места. Он постоянно уходил в Инвиз. Ничего не делал. Саншенга видит Фэби. Пришел, говорит, не трошь Эншентов. Не твои вообще. Ты их сюда сажал, чтобы их бить. Ну и настрелял Саншенгу. Половину ХП просто слил Фэби на ровном месте. Джнада есть, поэтому дамага нормально вливается. Сама по себе Виверна очень мягкая. 660 хеллспоинтов. У нее 1 дефа, поэтому даже... Такие ребята, как Баунти Хантер. Нет-нет, да и оторвут таблицу. Ну и побежал Марш. Настреляли в него всего, что доустрайк на нем до сих пор висит. Лох-ХПшный Марш. Отпиваться, что угодно делать. В это время Кфенни забирает у нас Джуна на сложной линии. Сложной, конечно же, для Джуна. И теперь вы понимаете, насколько она будет сложной. Клокверка дается на ФБ. У Кфенни все хорошо. У него уже есть шестой с копейками. Поэтому Омни Слэш, он не постеснялся зарядить Джуна. Но развалили Джуна на сложной ньюби пока. По этому поводу ничего не предпринимают. Темпларка фармит на мидлейне. Из артефактов уму есть Бутсов Спид. Приобретает себе Болтов Стрэндж. Есть Боттл. Осталось немного до приобретения БТ. Как там Кюо? Кюо в Рейсбэнд есть. У Кюо есть Боттл. Есть у него Бутсов Спид. Ну и ничего больше, по-моему. Или нет? Для Кюо летит Базилка уже. Это Аквила, готовая для Кюо. Все, есть Аквила, Боттла и Тапок. Ну, неплохой запак для начала. По фарму он очень ровно идет с Рэббитом. Так, Джун в это время файт на нижней руне. Там закрывают Джуна. Джуна, скорее всего, развалят. В это время и здесь файт продолжается. Марша тоже закрывают. И Марш отъезжает в таверну. Джун отвалился. Марш в таверну. Ну и отъезжает над нижней руне еще у нас и Баунти Хаммер. И Заншенко отправляется в таверну. 2 в 2 размен. Кюо ждет, когда Шадурейс дальний откатится. Не успевает уже му продамажить. По сути, 3-2 становится счет. 2 в 2 разменялись. Все это в пользу хрен знает кого. Сейчас узнаем. Все это в пользу команды Ньюби. 535 по гауде и 544 по экспириенсу. Хорошо. 7 тысяч золота. Ой, 7 тысяч золота. 7 минут сыграно. По золоту 0. По экспириенсу 750. Марш, ты же не серьезно? Марш не серьезно. Марш передумал лезть по тавер. Под рефракшеном Темпларка. Тут, конечно, вариантов немного было. Да и в Melt можно было уйти. Magic Wand есть. У Темплара Сассин. Там, конечно, в неприятности какие-то залез бы в итоге у нас. Марш. Ну и пауза. И есть подозрение, что что-то там опять где-то там у кого-то на каких-то стримах. Накрылось. Медным тазом. Нет. Внутри матчевой инфы никакой нет. Ну, паузу нажали и пока молчат. Просто паузу нажали. Почему? Какие-то отраду с ушами у MVP. Решают вопросы. Ньюби все хорошо. Ньюби все получилось. Ньюби молодцы. Небольшая пауза. Да, в принципе, не критично. Давайте тогда по шматью посмотрим, где у кого что появилось. Муз ПТ уже. У Шадоу Финда до ПТ остается 200 копеек. Баунти Хантер. Тапок. Орпов Веном со стороны команды Mepi. Феникс. Спирит Брейкер с тапком. Ставшил Дом. Манга есть. И все. И Шейкер. Ой, Шейкер. Джаггер Наут. Ропов Зе Меджи есть после фейсбутсов. Есть рингов Базилус. Это барабаны будут от Джаггера. Базилка, я не знаю, в Аквилу будет превращаться, не будет. Сейчас попозже, наверное, узнаем. Ну и ВД. Без ничего, в принципе. Ну и мы уже видели. Му. Квин оф Пейн как там. У Рэббита уже есть ПТ, есть Боттл. Рэббит, кстати, очень круто себя по нотворцу чувствует. Первое место обгоняет даже СФ. А обогнать СФ это, знаете ли, дорогого стоит. Тем более СФ, который стоит мидлейн. И стоит мидлейн за сторону Рэйди. У него есть вариант, где здесь подфармить. То есть дополнительный заработок в неурочное время. И Кио, тем не менее, проигрывает по голде. Копейка, конечно, но проигрывает Квапе. Джуна ловят. Колден Брейс пошел от Сан Шиэнга. Начинает настреливать по Кио. И Джун может здесь развалиться. Хукшот у него есть. Надо цеплять здесь Кио. Джун в любом случае отваливается. А вот Кио погибает от рук Темплора Сасси. Размен в пользу команды Ньюби 100%. Джун это все хорошо, но СФ есть СФ. За СФ от Темпларка получает 400 голды. И в целом 642 поднимает Ньюби при слитом Джуне. Ну и все. Му начинает уже стаки эншентов. Подфармливать их, конечно, немного. Но СФ фармит. А че, Джун? Что Му? Самый что ли одинокий в этом вопросе? Для него на стакле он идет. И Темпларка это выфармливает достаточно хорошо и удобно. Да и вообще здесь сам этот пит этих эншентов достаточно удобен конкретно для Темплара Сасси. То есть не так, как здесь надо. Куда-то отходить, куда-то там прятаться, за деревья, еще что-то думать. Смотреть, чтобы ты не спалил. А здесь на ХГ поднялся, и ты ничего не палишь. Или вниз, наоборот. Отошел подальше. И тоже все, в принципе, хорошо. Все выстроились в одну ровную линию. Но и для Темпларки это вообще подарок. Полторы тысячи у Темплара Сасси на руках. Ничего не приобретает Му. Сейчас как 1600 будет, посмотрим, что это будет. Дезолятор это будет или все-таки даггер для Темплара Сасси. Что так, что так. Либо это будет БКБ тоже как вариант. Му покупает себе Аквилу. Как-то маловато маны. Да и демеджа решил Му приобрести еще себе. Аквилу прилетает для него. Ну и очень похоже в сборке. Что СФ, а что Темпларке. Ну как очень похоже. Идентичный вообще. Только у СФа две... Два свитка портала. Уму один лежит. Ну и СФ уже приобретает себе Чейн Мэйл. Который до Баклера бустит. Стандартная, в общем-то, медсестра в виде СФа. Точнее, не знаю. Или СФ в виде медсестры. СФ, который ходит и сейвит Тиму. Тот, который должен убивать. На самом деле не только убивать, но еще и Хупо оказывает в вопросах хелспоинта. Десять минут сыграно. Первый выход от команды MVP на хайграунд. У Джуна есть уже хукшот. Уже можно врываться на му разгон от марша. Побежал, побежал. Ну, обломается. Да, пробуксовал немножко марш. Развернулся назад и... На этом все закончилось. В Фене уже есть Омни Слэш. Может сейчас ворваться, в принципе, и по Тавор. На Джуна, например, или на Киуот, да на кого угодно. На Сан Шенга. А Джун, кстати, не пробивает Колден Брейс. То есть Винтерн Виверн в любой момент себя подсейвить или тиммейта своего подсейвить может 100%. Это, по-моему, худшее из попаданий команды MVP в Феникс по вопросам керри. На самом деле. На Рэббита пошел разгон. Марш уже близко. Рэббит выпрыгивает по Тавор и опять Марш у нас остановится. Ударил Рэббита. И назад сразу на панике, на панике, на панике. Шаттолстрайк на него. Будут разбирать и разбирают его до того, как он ТП провязал. Вот это ворвался Марш. Надамажили, пацана. Куда ты лез вообще непонятно. Как будто Ньюби, я не знаю, вчера только в Доку начали играть. И не знаю, как с такими вот ребятами разговаривать. Не пожалели ульты. Квапы в этом вопросе. Ну, а почему жалеть ее? Фрагом проигрывали Ньюби, поэтому фраг достаточно дорогой был для них. Но они уже должны быть в плюсе по голде. Так и есть. 500 по золоту. По экспириенсу графики тоже в их пользу движется. В их сторону. На топ-лейне. Фэбби на Баунти Хандере пошел фармить. Пока Марш где-то бегает. А вот, кстати, Марш. Вот здесь он бегает. Банана. Сразу же в кекс Марша. Еще одно ТП. Давай, Марш. Делай ТП-аут. У тебя получится. И Марша здесь просто разобрали. Как ребенка вообще. Натс у нас лоу хп-шный. Колден Рейс на Джун. А Джун в итоге выживает. Натса тоже, по идее, здесь поймают. Никуда он не денется. ТП-шка уже от Рэббита. Рэббит просто наорал немножко на Вич-доктора. И его психологический портрет немного подизуродовало. Не, ну а как орать-то? Точнее, так орать, как вопатом любого изувечия. Ну и на Рэббита прыжок. Тут она мстили. Фенни зарабатывает этот фраг на Рэббите. И Виверну тоже игроки команды MVP Феник забрали. Тут, по идее, они по голде должны очень серьезно подняться. Давно от них фрагов не было. Ну-ка, файт рекап. Сделай меня видеть. Почти полторы тысячи. За два фрага заработали игроки команды MVP Феникс. Фраги Ньюби уже отъехали. Ну, тем чище будет понимание, что там MVP подняли в этом файте. Ну и центральный тавор у команды Ньюби тоже падает. Неужели MVP Феникс могут наказать Ньюби? Это так странно будет. Чемпион прошлого Интернешнл вылетает первым. Хотя о чем говорит? Там Альянс... Были такие вот Na'Vi финалисты, где они были на четвертом Интернешнл, финалисты третьего. Это неплохо. Айджи, по-моему, тоже неуверенно выступили на третьем. Короче, раз на раз не приходится. Ну и состав поменялся в лице одного, но очень важного героя. Давай, врывайся, Марш. Сделай это. Он пытается подступить к Фене. Это все через, естественно, иммунитет к магии. Проходит у Саншенга ульта в Омни... Ой, Джаггернаута и Джаггер остаются здесь. Тэпауты просто на ура вообще у команды MVP Феникс случаются. Марш побежал на мидлейн. Остановился. У Марша все как-то не так. ПТ-шка есть у него, кстати, уже. Дальше. Баунти Хантер. У него есть уже Аркан Буцы, есть Турнов Шатус, есть Турнов Вином. Спиритбрейкер. С ПТ мы видели СФ с готовой мекой. И у Кио есть 2-300 на руках. С Энжиньяша, скорее всего. Хотя, вроде как, ничего не появляется. Может появиться для... Даггер для СФ. А или Юл, например. Олдскульная тема. Где-то в 3-4 месячной давности. Заезженная, отвратительная, по сути, в вопросах какого-то шоу-тайма. Но, тем не менее, практически смысл в этом имеется. Но ведь доктор ничего не имеет. Джаггер у нас не может быть такой нищий. Может. 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 Ничего в турьере нет. Джаггер с Аквилой. Джаггер с фейсбутцами и барабанами. На 14-й минуте. Хотя, в принципе, неплохо по Нетворцу. Хотя, в принципе, плохо по Нетворцу. СФ 8500. Джаггер 5. То есть, перефармил просто хлам вообще своего же тиммейта. Дальше ровненько идет Му. 7. У него 6000. У Рэббита. И только потом Джаггер с 5К. Ну и Джун на Клокверке закрывает эту топ-пятерку. Фэби ловят. Не жалеет Finger of Death. В него банана. Даже Марш передумал бежать на банан. Он чокнутый со всех сторон. Решил он. Марш лучше на хайграунде постоит. У него как-то все не алло. Вот у Спирит Брейкера просто печаль абсолютная по всем фронтам происходит. И появляется 2 Митрил Хаммер уже у Темплара Ассасин. Все-таки после Аквила она решается у нас выйти в дэмэдж глобальный. Ну и Дезолятор на Темпларке уже есть. 15 минута, 26 секунда. Дезоль на Темплара Ассасин. И она по идее СФ будет сливать с 4 ударов. Просто из молда надо пнуть СФ и 1200 хп вообще как рукой с ними. То же самое будет с Джаггером. У него не так много дефа. Ну и Темпларка. Минус 12 по сути. Да? 7. Дезолятор. И здесь по-моему 5 или 6. Здесь 8. Так это знаете ли 15. Дефа срезает. Ну и Джаггер минус 3 будет по дефу. И здесь Кьюо. У которого 1 дефа останется. Там можно уже будет резать. Причем всем и всеми. MVP плюс и по золоту тем не менее. Корейцы рвут китайцев. Удивительно, но факт. И 1500 ньюби по экспириенсу выиграли. MVP продолжает лидировать по голде. На немного совсем, но тем не менее. Так что до страйк должен лететь в Кьюо. Рэббит пока застеснялся. Постеснялся. Соник по фьюзать Кьюо в самый центр. У него есть Омни Слэш. В случае, если человеку придется подраться. Юо у нас застреет. В коках ульта от Кьюо. Пройдет или нет. Да не проходит никаких ультов. Разваливается у нас Кьюо. Налог ФМ марш. Где ты? Кстати, Омни Слэш пошел от Джаггера. В Ювлет взлетает у нас Клопа. Ну Джаггер дорезает банану. А Кьюо разваливает Рэббит. 2 в 2 размен. Тут Коргерой от команды MVP развалились. А здесь развалился саппорт и оффлейки. Это, конечно же, в плюс команде Ньюби. 747 по голде. 2 200 по экспириенсу. Они, по идее, должны по графикам уже пойти в плюс. По экспирионе как выигрывали, так и выигрывают. Ну и здесь Фэби стоит. Соло будет драться. Просветки никакой. Фэби так себе. Драться. Из кустов стрельнул треком на Клопу и ушел в кусты. Ну что, Марш, беги. Беги, Марш, беги. У тебя все получится. Ух, Марш тут через Рокет Флэр чуть не отвалился в таверну. Понял Спирит Брейкер, что судьбой играет и проигрывает ей. Пора как-то возвращаться на базу. 17 с половиной минут. Мидлейн уже частично у команды Ньюби спушен. Т1 отсутствует. Сама команда Ньюби пушила только по нижнему лайну. Опять разгон на Рэббита. Всей толпой должны смещаться к нему, потому что в соло Марш ничего не сделает. Ну и здесь уже кью-ош, здесь к Фене. Марш прибегает к Рэббиту и Рэббит не успевает сделать ТП-аут. Долговато думал Рэббит, а его не видят. Рэббит просто упрыгивает к Фене, не добегая до него. И по сути Марш, ну, бесполезным оказался. Рэббит просто блинкаут. И забыли вообще, что это драка была. И здесь команда Ньюби под смоком. Сейчас поднимется на ХГ, поймет где кто находится. Кио, скорее всего, здесь развалят первым. Кио разультился. Ульт не самый мощный, но тем не менее дэмэджа много. Саншен в Колден Брейсе. Фэбби лоу хпшный. Так Фене начинает разваливать команду Ньюби. Нормально через Блейдфьюри все получается. Рэббит отсюда упрыгивает. Пока что Темпларка здесь месит очень жестко. Фене получает удары под Дезолятором. Удар из Мелда. Так Фене еще один удар и лоу хп вообще джаггер. 80 хп у него, Темпларку забирают. Это минус 3 от команды ВП Феникс. Остался в живых Джиггернаут. Жесть, 11-11. 2000 по золоту ВП Феникс, 300 по экспириансу. Ну так, конечно, корейцы тут приподнимутся. Но сейчас, по идее, по голде и по экспе Корея выходит вперед. Тысяча золота МВП Феникса и экспу жду обновления. По идее, там очень прилично должно было им хапнуть. Дайя с ботом тауэрой в атаке. Дайя с ботом тауэрой влезла. Экспирт. 19 минут сыграно. Графики, графики, графики. Покажитесь, покажитесь, покажитесь. Тысяча ньюбий еще выигрывает по экспе, но это до поры до времени. Я думаю, что МВП Феникс могут и наказать ньюби таким вот образом. Потому что в файтах они вроде бы слабее. Тут дизоль есть, тут есть юл у квапы. Нормально, плохо, пэ у квапы, все. И тем не менее разваливают. Тут марш доходяга не выформил ничего толком и постоянно сливается. 0-3 чувак идет. И тем не менее, МВП Феникс умудряются катки и файты выигрывать. Фэби уже не знает, как нафидить. Придумал элементарный, самый простой способ нафидить. Иди смотри, как вся команда фармитеншентов. Марш. Незерстрайк не провязал на банану, а могли бы его здесь и оставить. По большому счету. Ну и просветили. Нет хукшота у Клокерка. Еще достаточно долго у квапы ульт есть. Вы не поверите, даже у Темплар Ассасин есть ульт. Ну и банана без ульта. С ультом Винтерн Риверн. Надо ждать банану. Надо ждать Леона. Причем, заметьте, насколько часто ли он юзает ульты. Как только в кулдауне ульт, от кулдаунился точнее, сразу максимальная скорость команды ньюти. Гоу фай. Кого видит банана, в тобой запили. Марша пытается подстопить. Марша опять поворот не туда. Скорее всего, Марша здесь должны забрать. У Рэббита есть у них вейв. Разорался Рэббит так, чтобы и нас зацепила. Нас лохэпешный. Затем в это время СФ, наверное, в мидлейне. Фенни лохэпэк. Фенни отправляется в таверну. Марш у нас еще и байбэк. Мусо бежит на Му. Зачем? Кому это надо? Кьюо просто сыпется от Му. Под рефракшеном, под мелдом. Марш врывается в Му. Рэббит здесь. Будут пытаться Му развалить. Му, по идее, должны убивать. Байбэк будет от Му или нет. Команда Ньюби теряет четверых героев. Еще раз говорю, MVP Феникс просто в патовой ситуации. Потеряв одного, второго, третьего. Умудряется выигрывать файты. Четыре в три подрали сейчас. Плюс байбэк от Марша. Но это не суть как важно. По экспириенсу команда MVP должна быть очень высоко сейчас. После этого файта ждем обновления. 4К они заработали по экспириенсу. 1700 по экспириенсу, при байбэке даже. От Марша, ну, нормально. Полтаби тысячи выигрывают на данный момент у команды Ньюби. Аганим появляется у Queen of Pain. Рэббит с Аганимом. Есть у него ИУ. По вещичкам пробегаемся. Как тут у нас вообще дела? Транклир Буци у Леона. До Даггера собирается идти бананом. У него 1350 на руках есть. Еще 900 надо. Клокверк. Транклир Буци. Есть Брасер. Унов Шадоус Джунтак укреплялся. Лишь бы ему не отрывали лицо. Потому что 169, согласитесь, не очень показатель. Винтерн Виверн. 048 от Саншенга. Тоже якорь. Фин оф Пейн 6.1. Вот тут кто старается. Так это Клопа. И Темблор Ассасин 6.2. В принципе, это Керри Герой. Они как саппорты литься не должны. Но и саппорты так не должны литься, как льются саппорты команды Ньюби. У Вич Доктора уже почти готов Аганим. Вот это охренеть. Натс. Он убил четырех. Умер всего лишь один раз. У него 8 ассистов. Тут просто мистер вовлеченность во все файты. Прыгает Рэббит. У Рэббита Соник Вейв через 7 секунд. Рановато, конечно, прыгнул Рэббит. Мне кажется, понимает себя в ветра. Саншанг лоу-хпшных полдомбрейс прячется. Рэббит. Соник Вейв сейчас есть. Но этот Соник Вейв уже никому нафиг не нужен. Джун в центре. Клопа прыгает. Ульта пошла от Клопы. Кио лоу-хпшный. Клопа должна дальше. И Фэбби, и Кио стараются отсюда уйти. Кио пошел отдаваться. Энш там нет. Кио просто прячется в деревья и делает ТП-АУ. И вот они Феникс. Они очень даже свежо реагируют на все моменты. Микро-моменты. Дорабатывают до конца. Все у них получается. Они в файтах контроль ведут, ну, мне кажется, намного лучше, чем команда Ньюби. Или просто у меня завышенные ожидания от коллектива Ньюби. Пес его знает. Полтора куска. МВП по золоту и 1200 Ньюби по экспириансу. У Фэбби уже есть Солар Квест. Да блин, тут МВП Феникс. По артефактам я смотрю, все вообще хорошо. Вич Доктор практически с Аганимом. Копейки остаются на отсюда Аганима. Аганима. Его отправили вообще в лес фармить. 60 копеек. Все, сейчас Аганим для наца уже будет. Роху, конечно, запилят здесь игроки команды Ньюби. Шансов ворваться МВП никаких. Они не рискуют, пока нет Аганима. Пока он не прилетел для Вич Доктора. Никто файты массовые начинать не собирается. Все, теперь есть у наца Аганима. Это либо перевернуть катку вообще с ног на голову и команду Ньюби отправить отдыхать. Либо пострадать потом от того, что фарм отдавали ВД. И ВД в файтах не участвовал, не саппортил. Да и файты проиграли. И Роху отдали игроки команды МВП Феникс в последний момент. Все это не может не аукнуться. Если только Вич Доктор там нормально в файте не вольет, тогда баланс хоть какой-то сохранится. 25-я минута. В принципе, очень крутой тайминг на Вич Докторе. Заиметь Аганим прямо сейчас. Ну и под смоком Феби. Рэббита сейчас увидят. Заткнуть его нечем, Рэббит. Сразу же блинкаут. По-хорошему бежать бы отсюда Рэббиту. Рэббит просто пешком валит. У него есть хаста и попробуй догони его марш. 0-5-4. Марш уже столько набегал. Просто капец. Просто легкоатлет, который бегает и все время ноги сам себе ломает. Просто бежит и дамажит себя. То в стену врежется, то с асфальтоукладочным катком встретится. Странное абсолютно поведение от Маршина спиритбрейкере. Ну и в это время Му подпушивает нижний лайн. У него же есть Огрклап, у него есть Митрилхаммер и 250 на руках. Му выходит в Блэкинг Бар. Ну и минуты через 4, я думаю, займит этот артефакт. Появляется Сэнжиньяша для Шадофф Инда. После Блэкинг Бара, после Мекки. Кьюо хорошо нафармим. Топный дворс на карте. Хотя Рэббит на пятке ему наступает. Ну и Му дальше тоже идет очень ровненько. 12к у него есть, но и только потом к Фене. Джаггер тут просел по фарму очень сильно. Да как и Фебе на Баунти Хантере, который в принципе следующий за Джаггером. Ну разве так должно быть? Нет, конечно. Ну и на мидлейн выскакивают. Ловят Фене, Фене должны разбирать Finger of Death от Бананы. Ну и ульта от Клокверка. Справились быстро, все потратили, что было необходимо. Единственное, что ульт Виверны не потратили. Ну и без него тоже дороговато обошелся. С другой стороны это Мейн Керри. Как же не тратить в него все? В кого тогда тратить вообще? В Марш? Да Марш просто от старости умирает, пока бежит. 0-5-4. Ух, жесть вообще у Флайнера поставили MVP Феникс. Ну и Му продолжает настреливать по Тауру. Т2, конечно, потеряли 100% MVP. Счет 18-18 по Галдень Юби впереди 1000. По Экспириенсу они впереди на 4К. И приобретает себе Му... Блэк Кинг Барк. У Леона уже есть Даггер. Банана тут программу минимум выполнил. Джун. Геосептер у него есть, потому что сильно больно. Ну это по КДА его видно. Винтерн Виверн 1700 на руках у Саншинга тоже по сути собирается в Даггер. Квапа у Трэббита Аганим. Есть 4000 сверху у Рэббита. Ого, вот это по фарму-то пролезла Квапа. Ну топный творц на карте. Обгоняет всех в принципе, да и на руках 4К налички иметь. Кио, по-моему, приплыл. Ульта пошла от Кио, под Блэк Кинг Баромон. Хотя кто еще здесь приплыл? Джун сразу уходит у нас в Геосептер. Разгон в марше. От марша, точнее, на кого-то там. По-моему, Леон убили и Виверн. Но ульта пошла от Рэббита, очень даже удачная. Поднимает себя в ветра, потом не слэшем. Рэббиту тут, конечно, не жить. Улетает у нас Рэббит, последний удар бы по нему, и он бы развалился. Ну и вот, все. ВП Феникс хуже фармят. Делают необдуманные мувы. Но как доходит дело до файта 5 на 5, посмотрите, что они делают со своими соперниками. Единственный, кто здесь выжил, это Рэббит, потому что у него есть блинк. Он просто свалил оттуда. Там все горело под ногами команды Ньюби. МВП Феникс 3600 по голде. 5400 по экспириенсу. И, по-моему, тут запахло жареным для команды Ньюби. МВП Феникс переворачивает уже в свою пользу файт. Ну и все. По экспе поплыли Ньюби. По голде тоже поплыли. Сейчас еще и товары начнут цыпаться. Вот эти вот капиталовложения команды МВП. Инвестиции для позднего фарма. Тут внешних товаров тоже 3 осталось. Но пушить-то их команда Ньюби не идет, потому что команду Ньюби саму пушит. МВП Феникс на 30-й минуте. По идее, по фарму тут 10034 должны после обновления графика выигрывать. Я так думаю. Рэббит отправляется во вражеский лес. Неспоздновато, конечно, Юл провязал аквапа, когда умнислэш практически полностью впилился в нее. Шивас Гвард уже есть у Кинофейн. Рэббит по фарму держится бодрячеку. У СФа 2600 на руках. Сэнджин Яши есть, есть БКБ, есть мека. Всего пока достаточно у СФа. Ну и 2900, во что это будет превращаться, скорее всего, я думаю, в уворот какой-то. Например, от той же Темпларки, пока МКБ нету, можно на шаг впереди быть и приобрести Бетерфляй на Кио. Судя по количеству денег, которое есть у него, скорее всего, так и будет. Либо с Кади, либо это будет Бетерфляй. Ну, Бетерфляй, мне кажется, выигрышней в данном варианте. Итак, с СФом непонятно, как разбираться в БКБ, а когда руками некому будет его бить? Как тогда вы заговорите, господа Ньюби? На МВП уже выигрывают 3 по золоту, и Ньюби еще держится на 1000 по экспириенсу. На Т2 команда МВП Феникс выходит, здесь есть Хелингвард от Фени. Будут льюзать его, но скорее всего оставят просто для захода на ХГ Врыв на Саншенго, есть ульта у Саншенго Пока никому не ловит Саншенго, он себя в Холденбрейс, ничего делать не может Каски полетели по нему Также каски на Банану, Банану запилили МВП Феникс, потеряли Банану, а здесь Вич Доктора потеряли Еще Винтердривер в Таверну, сразу же байбэк от Бананы Лок, репешный Клокверк Клок старается отсюда уйти, никуда Клока не отпускает Минус три уже от команды МВП Две восемьсот МВП на ровном месте зарабатывают Не выкастывал, конечно, Дезвард Вич Доктор, но и без того неплохо Размен Вич Доктора на трех героев Два саппорта, оффлейнер, причем один саппорт делает байбэк Рэббит, наорал на Кио Кио могут, кстати, забрать Здесь у Рэббита так долго, конечно, до Соник Вейба Кио выживает, как ты это делаешь? Прыжок за Кио, из МЛД просто разорвало изнутри, конечно, у нас Уже СФ, а байбэк еще и от Джуна О, мне знаешь, прошел от Джаггернаута Где ты, Джаггер, летаешь? Где Джаггер? Я что-то провтыкал Кио не улетает отсюда Джаггер ушел И, по сути, одного марша здесь будут разбирать Марш в очередной раз Спиритбрейкер 1-6-7 Классический марш 25-22 Здесь наоборот, в сторону команды Ньюби Графики должны хорошенько так пошатнуться По итогам этого файта Два куска Ньюби зарабатывают по золоту 3500 по экспириансу Ну, приплыли Продолжение следует... 33 минуты сыграно МВП впереди на 5 с лишним тысяч золота И Ньюби продолжают пока что выигрывать по Крипстату О, не по Крипстату, а по экспириансу Подплавило уже, да, к 6 утра Плотненько как У Темпларки есть БКБ У Темпларки есть Блинкдаггер Появляется еще и Демонедж для Темплар Ассасин Му будет собирать МКБ Потому что здесь... Потому что здесь Кио все-таки без Баттерфляя Понимает Шадоуфин, что в любом случае будет МКБшка у Темпларки Решил укомплектоваться в Хеллспоинт Есть Ultimate Warp для него Есть второй в Курьере И там осталось только Насобирать еще 300 голды до Пойнт Бостера Пару пачек Крипов Один раз в лес сходить И 50 копеек всего лишь СФу не хватает До приобретения Айовскади Феби, Форстап Есть Солар Крест Таркан Буци Хороший, хороший Баунти Хантер Джаггернаут С Башером, с Манта Стайлом Феби мы видели Марш даже созрел для Плейтмейла Есть у него Оверклаб Не знает уже, что собирать Марш Кирасу не поперло Хотя бы Оверклаб приобрести Или хоть что-нибудь Марш просто ходит Врезается в стены Так в такую запару попал игрок, конечно Ребята, может оставите меня здесь одного Он даже останавливается Когда вся команда уходит Бросьте меня, я задержу их Я все равно уже бесполезен Рэббит под смоком Прямо под центре вардом Команда MVP Но его не видно Смоук спал С Ребита Кфе не знает, что где-то здесь рядом есть Темплар Ассасин Что у команды Ньюби есть виды на Рошана Безусловно, просветили Здесь в инвизи Феби Марша увидели Но Джун пока не врывается Ну и Айовскади прилетает СФ И остаются копейки просто Му До приобретения Манки Кингбара Если это будет он А не криты Нет, это два джевелина Да, Му будет приобретать у нас МКБ Наверное, будут попозже Марш побежал у нас на Банану Два их застанили Незерстрайк от Марша Так и не удался Марш, скорее всего, отваливается Здесь Марш лоу-хп Соник Эйв пошел от Ребита Он не слышит Джаггернаута Му лоу-хп Лоу-хп в интервьюер Раскрутился к Фене И с руки его бить не могут Му отваливается Больше с руки бить некому Квапа отсюда уходит И опять команда МВП Будучи с таким провальным спиритбрейкером По сути выигрывает файт Причем выигрывает хорошенько Так, 3-1 счет Они отбили себе Рошана Есть вариант Сейчас забрать Роху Забрать Аегис Это первый Рошан Если не ошибаюсь Максимум второй Но не третий Это точно сыра никакого нет И могут идти В принципе уже заходить на хайграунд 2-400 по голде 5 по экспириенсу Ну, крутотень для МВП Феникс Они Доказывают, что Готовы сражаться дальше Готовы идти по Лозер Брекет Попадать в 12 сильнейших команд А это 50к превращенный в 200к Все это, конечно же Говорится об УСД Юнайтед Стейт Долларс 200 тысяч Цена вопроса 150 тысяч Цена вопроса Проигравший получает 50 И покидает Интернешнл А победитель По сути в 12 сильнейших команд Проходит Получает 200 тысяч А в восьмерку пройти Это 700 уже А дальше Вы спросите меня Сколько? А дальше Их хреново знает Сколько Я там цифры не помню Гуманитарий по образованию Так сложилось 2800 уже на руках у СФ Я понимаю, что корейцы Еще хотят поиграть В Интернешнл Нравится им эта игра И По-моему, они в ней Как минимум сильнее Чем команда Ньюды На данный момент Кио постепенно Пилит барак Но он лоу-хпшный Кио вроде как И с Аэгой Но отдавать ее просто так Не собирается Манной нету у Кио То есть даже Кайлы какие-то Кого-то догонять Не получится Ну и давайте Пробежимся По артефактам Марш Ну психопат Просто психопат Бешеный Добежал сюда Развернулся Ушел Бежал же Нормально все было Ровненько смотрелся Без угрозы вроде Чтоб тебя развалили И все равно Плейт Мейл Есть у Спирит Брейкера Есть у него Огр Клаб Это остальное Духляк Джаггернаут 2600 после Башера Баунти Хантер 1800 И Владмир приобрел По-моему не было Фэби Владмир А Кфения Мы видели Кио 3 700 У СФ Надо бы задуматься О каких-то критах Кио Всегда Беспроигрышный вариант Зайдет крит Попадет он По СФ По Му Или попадет он По Квапе От Рэббита Не важно абсолютно Там минус 1 Смело может делать СФ Квапа Перетягивается На собственный фонтан Ну и команда MVP Phoenix Решила подкушать А Эго есть Ее надо разменивать ПКБ есть Есть Меха И он Меху не юзает А зря Очень даже зря Полтенбрейс на Квенифе Не разваливается Дальше на Му Му Практически без демеджа Летает в ветрах Здесь Кио За бананой Банана Лоу Хелк Пойнт Вообще Кио сейчас умрет Или не умрет Никуда Вот зачем Меха Нужна была Кио ПКБ у Кио Закончился Но здесь уже Минус 3 От команды MVP Только СФ Можно потерять И то у СФ Есть Аэго Наконец-то Сливают СФ Игроки Команды Ньюби Сколько можно было Мучиться И СФ Сейчас встанет Без Блэкинг Бара Его пытаются Подсейвить Нас должен быть Поближе Каски полетели От Натса Дезвард уже был Му разваливает 100 секунд Его не будет Уму нет Вайбека Он не слэш Дальше от Джаггернаута Минус Леон От Джаггера И команда MVP Уверенными шагами Просто переступает Через Ньюби Рэббит Крутой Соник Вейв Все классно С Аганимом Сейчас будет рефрешер Все хорошо Не считая Отсутствующих сторон У команды Ньюби 4600 в этом файте По голде 10600 по экспириенсу MVP готова Заканчивать игру Я уверен Что там все хорошо У корейского коллектива И Чуть ли не камеру Смотри вообще У них В студии Месиво Наверное там Колоссальное Абсолютно Еще один Из экстрайк Теперь от марша По-моему Даже удачный Марш не умирает Или умирает Как там марш Да никак марш Команда Ньюби Чемпион Прошлого Интернешнла Действующий Чемпион Коллектив Который Выиграл Максимальную Сумму На данный момент Во всех Интернешнлах Вот Из завершенных Первым Покидает Интернешнл Просто Какая-то Ирония Судьбы Сяоэйт Понятное дело Что переживает Это его бывшие Товарищи Друзья Безусловно Ну Сразу стало понятно Вот ушел К Сяоэйт И там ЛГД уже Первый Кто по винарам Пошел в топ И который С Сидеками Там где-то Рядом Теперь ходит Но первые ЛГД пошли По сетке винаров А Ньюби Первые вылетели Из сетки лузеров Вылетели В принципе Из интернешнла Аплодисменты Команде Ньюби Неплохо смотрелись 16 Топ Интернешнл Отлично Скоро к вам Может быть кто-то Не может быть А точно Сегодня еще Три команды Присоединиться Следующий матч Это команда Вичи Гейминг Против команды Нави У нас небольшая Пауза Глянем Смогут ли Нави Против одного Из фаворитов Предварительных Данного турнира Посостязаться И узнаем Чего стоят Нави Отправятся они К Ньюби Или все-таки Отправятся они Туда вот К Эмпайр Туда вот К команде MVP Phoenix По сетке лузеров Пройдут Не пройдут На клоудов Выходит Если не ошибаюсь Победитель пары Нави Против Вичи Гейминг Нижней сетки Уже сформирована Это второй раунд Эмпайр Против MVP Phoenix Матч будет завтра Если не ошибаюсь И клоуда Ждут своего Напарника Точнее оппонента Кто это будет Вичи Гейминг Или это будет Нави Уже очень скоро Я думаю минут 10 Пока они там Пересадят свои задницы Дотерские Разберутся с аппаратурой И минут через 10 Включаемся на Нави ВГ По сути Один из топ матчей Сегодняшнего дня Нави борется за жизнь После них Вертуса будут бороться за жизнь Очень много впереди интересного Не переключайтесь Я понимаю что 6 утра Но интернешнл Че вы хотели вообще Все До связи 5-6 минут И ворвемся заново в эфир И конечно же Подписывайтесь Это очень важно Я чуть было не ушел Не сказав эту важную часть Все До связи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok